Добрый день, друзья! И снова в солоноводном аквариуме. Многих из вас беспокоила судьба жителей этого аквариума после того, как я поместил туда двух бычков рыцарей, которые у меня начали жрать креветку-вишню и рыбу в этом аквариуме. Решил я сделать апгрейд этого аквариума и удалить отсюда бычков-рыцарей в другой аквариум. Все-таки решил я бычков пересадить из этого солоноводного аквариума в другой солоноводный аквариум по соседству. Один бычок уже ночевал там ночь, самец, а самочку я вчера как ни старался, не смог выловить из этого аквариума. Она просто не появлялась. Куда-то зашкерилась, спряталась. Может сейчас там вроде ползать на заднем плане. Сейчас попробую отсюда выловить. Всю ночь постоял здесь сачок. И еще я хочу сделать полный апгрейд этого аквариума. Немножко разгрузить вот эту сторону. На задний план посажу растения. А здесь хочу сделать более свободную площадку, так как вот там собралась целая куча мусора в камнях. Вот такая ерунда творится. Мусор как следует не вымывается и не не вытягивается фильтром. Хочу чтобы этот аквариум лучше промывался. Так как сделал недавно тестирование и фосфаты у меня показали в этом, простите, нитраты в этом аквариуме показали 40 единиц. Это очень много для для такого солонаводного аквариума. Сейчас мы будем бороться с нитратами. Сейчас сделаю апгрейд. Немножко разгружу аквариум. Погуще засажу растениями и уберу лишнее препятствие для мусора. Сборники мусора в виде камней. Что из этого получится посмотрим. Если вы помните в этом углу аквариума у меня стоял вот такой вот большой камень с анулисом на нем. И за этим камнем собиралась вся муть, вся грязь. Вытащил оттуда также немножко лавы. Лишние лавы как я считаю. Часть лавы оставил в аквариуме. Для того чтобы отловить здесь бычка вчера мне пришлось разобрать пол аквариума. Бычки оказывается очень хорошо прячутся. Искусные маскировщики залезают в разные щели. И самку мне например выгнать вчера так и не удалось. Хотя весь аквариум облажил. Разгрузил пол аквариума. Вот он бычок выжирает у меня здесь креветок. Питания ему здесь достаточно. Тут полно красных креветок. Сейчас он тут брюхо у него уже полненькое. Чувствует себя здесь превосходно. Как у себя дома. Здесь рыбы соизмеримы с ним. И здесь он никому не опасен. Кроме тех креветок которые у меня здесь были. Все. Теперь здесь были вишни. Саду у дяди Ивани. Вот он. Красавчик. Этот интерьер тоже очень здорово подходит к нему. Вот эти тетрадские шары. За полгода в фильтр превратились вот в такую кашу. Вот они торчат ежиками из фильтра. Я никак не мог понять что за ежики торчат из фильтра. Оказалось что там растворились вот эти тетрадские шарики. Которые были специально предназначены для биофильтра. Но тетра так и обещает что эти шарики должны постепенно съедаться бактериями. Растворятся в фильтр. В корзинах этого фильтра рюкзачка. Кроме тетровских шариков у меня еще была керамика. Сейчас я к этой керамике добавлю еще лаву которую вынял из аквариума. Лучше она пусть будет в фильтре. Там ее всегда можно промыть. Чем она будет собирать грязь в аквариуме. А работать на биологии она будет одинакова что в фильтре что в аквариуме. И возможно в фильтре на течении будет работать еще лучше на биологии чем она работала в аквариуме где она собирала всю грязь.